Очевидный кризис жарства. Нечего сказать, не к чему призывать. Потому что, конечно, Россия без Путина лозунг очевидный, но это как-то немножко мало для того, чтобы людям объяснить, а что, собственно, делать. Протест стопчется на месте, и то, что сегодня было у народа, существенно меньше, чем, скажем, 10-го, 24-го и 4-го. В общем, тоже показатель, что отсутствие внятных лозунгов, внятной программы просто гробит протест, сливает его в песок. Причем при этом какое-то удивительное единообразие унылости от левых до правых, как бы от Удальцова до Тора. Есть такое впечатление, что психологически проиграли. Это самое страшное, потому что на самом деле и люди, и сексуальные гольфы, не потерпели поражение до тех пор, пока не признали, что они потерпели поражение. А здесь уже есть эта готовность, есть напыщенные слова, форсирование голоса, но нет реального понимания, что делать. Поэтому это главная проблема. Нужно искать новую аудиторию, до которой нам пока не удается докричаться. В значительной мере, это та аудитория, на самом деле, в которой оперировал Путин перед выборами, которую Кнушко обманывал, как объяснить им, что их реальный интерес лежат совсем в других вещах, что не нужно ждать доброго царя с любой стороны, неважно, с путинской, с антипутинской, что освобождение действительно может добиваться только собственной рукой.